Вы видели этот выпуск ТВАП? Какой он огромный! Думаю, что версию на русском языке мы увидим примерно через 4 недели, так что есть смысл поговорить о нём сейчас на канале. И да, я видел эти часовые ролики от коллег, где они читают ТВАП. Я читать полностью не буду. Я на YouTube, конечно, новичок, но думается мне, что люди идут смотреть видосы про такие статьи, потому что не хотят их читать и не хотят тратить на них кучу времени. Так что я рискну предположить, что вся эта куча информации на 9000 знаков сможет уместиться в ролик около 10-15 минут. Разумеется, придётся что-то сократить и не называть многих тонкостей, но если вы решите полностью ознакомиться, то ссылка будет в описании. Я же сфокусируюсь на самых важных моментах статьи и введу тебя, зритель, в курс дела. Что там Банджи надумали с ребалансом, изменениями песочницы, оружия и экзотов. Слава богу, я больше не делаю ночную рубрику быстрит ТВАП на канале. Глефы. Новый тип оружия релизнулся весьма неоднозначным. Он применим в ограниченных ситуациях, а преимущества, даже те, что у Глеф всё же есть, зачастую кажутся недостаточными для того, чтобы заставить игроков играть с ними. Так что изменения очевидно напрашивались, и Банджи собираются их релизнуть в 17 сезоне. Самое важное здесь связано с бафами урона от оружия. Вы знаете, что зачастую бафы к урону на Глефах, ну, очень странно работают, или не работают совсем, и разработчики объясняют это тем, что они не хотели, чтобы излишняя убойная сила была в гарниле для оружия с фактически безлимитным использованием. Речь про ближний бой, если что. Намерения Банджи относительно Глеф следующие. Глефы в ближнем бою должны активировать перки, которые срабатывают от базового урона или убийств в ближнем бою, например, Рубака. Но не должны активировать перки, которые срабатывают от заряженных атак ближнего боя. Глефы также должны получать баф к атакам ближнего боя от экзотиков, вроде Вероломства Зимы или Милости Черви Бога. Кроме того, Глефы в ближнем бою не должны получать бафы к урону от таких перков, как Полоса Удач, Киллерский Магазин и Рубака. А вот дальние атаки, проще говоря, Выстрелы и Глефы, должны получать бонусы от бафов урона оружейных перков. В 17 сезоне урон Глефы, наносимый в ближнем бою, увеличивается на 25% против врагов в ПВЕ, но не против боссов или техники. Скорость истощения щита уменьшена на 30%, а скорость полета снаряда будет увеличена в зависимости от характеристики дальности. Плюс бафнули экзотические Глефы. В общем, думаю, что в 17 сезоне на моем канале таки будет видео про Глефы. Флинч. Следующее, о чем Банджи рассказали в своей статье, Флинч. То есть, тряска прицела при попадании по вам. Они пишут, что Флинч является большой проблемой, которая особенно мешает оружию с основными боеприпасами. Хоть эта фишка изначально и существовала как раз таки для баланса. Так вот, что они придумали. Характеристики оружия стабильность теперь дают вам сопротивление к Флинчу. Максимальное сопротивление может достигать от 10% до 25% в зависимости от типа оружия. В ТВАБе можно найти конкретные цифры для разного архетипа оружия. Так что вы можете изучить это самостоятельно. Хотя, по большому счету, такие вещи на бумаге сложно ощущаются. И я думаю, мы будем тестить этот параметр после того, как изменения вступят в силу в игре. Стрельба в воздухе. Следующий блок статьи был огромным и посвящен тому, как оружие ведет себя при стрельбе в воздухе. Вертикальный геймплей – важная часть ПВП-составляющей игры. Поэтому ей было уделено столько внимания. В статье можно найти подробнейшие данные и цифры. Так что за деталями – туда. А я рассказываю, что сделали в общем и какая целая идея. В большинстве случаев, ваше оружие будет иметь меньший процент рандома, в точности выстрела. Вместо этого, штраф будет к аим-ассисту, то есть к помощи в прицеливании. Так что цельтесь точнее, если соберетесь записать нарезку джамп-шотов на мувике. Кроме этого, Банжи добавили новую характеристику оружия-эффективность в воздухе. С минимальным показателем этой характеристики от 0 до 30 персонаж будет иметь меньший штраф к точности, чем сейчас. Но у него будет значительно меньшая помощь в прицеливании. А при максимальной статье у персонажа совсем не будет штрафа за стрельбу в воздухе, а помощь в прицеливании сохранится на обычном уровне без штрафов. О том, насколько значительными окажутся изменения стрельбы в воздухе, я сделаю отдельный ролик, только если будет необходимо. Но сейчас в статье разработчики уделяют этому действительно очень много внимания, дают много цифр и графиков. Больше всего из них заметен значительный нерв топотунов. Для охотников их штраф к точности в прыжке составляет 50 единиц. Оружие из плейлистов. Дальше речь в статье зашла об оружии, которое мы можем получить в том или ином плейлисте. Банжи говорят, что оружие из плейлистов, которое мы получаем за пройденные налеты, сыгранные матчи Гамбита или Гарнила, было задумано как хорошее оружие с большим набором перков, которое доступно даже тем игрокам, кто играет в игру очень мало. Зашел, плейлист погонял и баиньки. Только вот проблема. Из-за редкости выпадения и слишком большого набора перков, оружие с по-настоящему хорошим набором этих самых перков стало сложно достать даже тем игрокам, кто наоборот, играет много и целенаправленно гриндит его в свою коллекцию. В качестве решения оружие из плейлистов будет иметь шанс наролить дополнительные перки в двух последних столбцах. Удача зависит от количества рангов в сезоне. Ваншоты, специальные патроны и бафы. Банжи всерьез обеспокоились тем, что игроки уж слишком часто ваншотают противников в Гарниле, например из Лимонарха и усиливающего рифта Варлока, или из Снайперок с этим же рифтом. Бадишотить соперников просто потому, что ты Варлок с лужей, больше будет нельзя. Бонус к урону будет составлять 15% вместо прежних 20%. Нерв касается только ПВП, и в ПВЕ никак урон не занизят. Еще Банжи пишут, что специальное оружие, в частности дробовики и плазменные винтовки, убивают противников за один выстрел в Гарниле чаще, чем им хотелось бы. Особенно они недовольны тем, на каких дистанциях порой ваншотают противников. С 17 сезона оружие на зеленых патронах будет иметь куда больший штраф к точности стрельбы в воздухе, чем основное оружие. Снайперки вот напротив, чуть бафают, если можно так сказать, поскольку Банжи на восьмом году игры заметили, что снайперы в Гарниле играют только с винтовками с перком «Быстрый прицел», а не увеличили дефолтную скорость прицеливания на 10%. Благодаря изменениям в типе плазменных винтовок, они будут значительно реже убивать противников за одно попадание на расстоянии в 20 метров и дальше. В среднем, общую убойность на дистанции снизили на метр, урон от снаряда у скорострельных плазм тоже понизили. В целом, Банжи поправили плазменные винтовки, видя то, как растет их популярность, особенно после нерфа дробовиков. Автоматы получат незначительные улучшения в дальности стрельбы, что сделает их более эффективными на средней дистанции, но на мету автоматов все еще не приходится рассчитывать. Импульсные винтовки тоже получат небольшой баф к дальности, а 450 пульсы получат баф, благодаря которому количество нужных выстрелов в крит, необходимых для убийства в ПВП, уменьшится. Адаптивные пистолеты-пулеметы тоже заметили, есть вопрос к тому, как быстро они убивают при попадании в тело, так что урон не в крит будет снижен в следующем сезоне. Кроме прочего, Банжи не нравится то, насколько редко можно увидеть игрока с пулеметом в ПВЕ, поэтому они получат дополнительный баф. Им будет увеличен урон на 40% против мобов, 20% против боссов. Экзотические пулеметы тоже получат эти бафы, например, ксенофак, за исключением бонуса против боссов. Ракетницы тоже потрогали. Теперь в ПВЕ ракетницы на адаптивной и агрессивной раме получат плюс 10% урона и еще ряд незначительных изменений. Моды на сборщик патронов больше не будут работать в ПВП. Совсем. Учимся играть с основным оружием, что ж. Экзоты. Конечно, зашла речь и о более точных изменениях с экзотами. О них просто в формате блиц, без остановки и только о самых интересных. Глаза будущего. 30% бонус к урону против боссов и чемпионов. Лемонарх. Урон от тикаядом против игроков уменьшен на 25%, но увеличен против мобов на 50%. Последнее слово. Отдача уменьшена с 33% до 22% на мышке и клавиатуре. Арбалет. На 25% снижен урон против чемпионов, но он все еще будет разрушать барьеры за один выстрел. Вполне ожидаемое и очевидное изменение. Повелитель волков. Дистанция, на которой падает урон, уменьшен на 25%. Перки. Назову лишь те, что пользуются спросом сейчас, чтобы вы в первую очередь знали, как изменятся те пушки, что вы уже наролили. Быстрый прицел чуть замедлили для специального оружия. Для основного он остается без изменений. Учитывая изменения выше, кажется снайперки теперь понадобятся как раз таки наоборот, без снапшота. Первый выстрел на дробовиках тоже был необходим как снапшот на снайперках, так что его также нерфают, чтобы он не позволял убивать противников на том расстоянии, которое выходит за пределы нормы. Также на дробовиках нерфуют чок. Перку сорви голова снизили на одну секунду время действия и скорость стрельбы в активированном виде. Так что все те снайперки и шотики, что мы ролили несколько, да по сути несколько лет, больше не будут нужны. Ну, круто. Все во имя якобы баланса. Некоторые изменения коснулись и способностей. Например, проклятая Ксионка будет восстанавливаться не полторы минуты, а две с половиной. Время действия баррикады Титанов с Бастионом теперь соответствует расколу Варлока. Шепот цепей теперь снижает урон только на 15% вместо 25% в ПВП. Кроме этого рассказали о том, какое оружие покинет Лутпул в 17 и 18 сезоне. Самое главное здесь то, что в начале 17 сезона уберут возможность получить Посланник и Гнев Шайуры из Осириса и Палиндром из Найтфола. Вот и весь страшный твап. Можно было бы сделать минутное видео, изменили сопротивление Флинча, значительно пересмотрели эффективность стрельбы в воздухе, занерфали топотуны и арбалет, улучшили пулеметы и еще занерфали то, занерфали это. Многие из этих изменений незначительны и средний игрок может даже их не заметить, не заметить этой разницы. Именно поэтому я и не стал вдаваться в подробный анализ и разбирать с вами все эти графики. Что на деле окажется критичным, вроде изменений ваншотов в пвп или изменений отдельных перков, будем тестить и разбирать отдельно. Спасибо за просмотр и спасибо тем, кто поддерживает канал на Бусти. Повторюсь, сейчас канал буквально существует только благодаря этим замечательным людям. Ссылка на подписку Бусти будет в описании. На этом у меня все. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok